Всем привет, я Михаил Назаров, игрок хоккейного клуба «Сибирь». Первый раз встал на коньки в 5 лет. Отец меня поставил на фигурные коньки во дворе возле дома. И вот он меня учил кататься, но это были фигурные коньки. Мне понравилось, вечерами ходили с отцом, катались. В скором времени я пришел в хоккейный клуб «Сибирь» в детскую школу. Постепенно, постепенно тренировался, мне это нравилось. И продолжал тренироваться, радоваться, играть в хоккей. Первый матч, помню, против «Сургута», что ли, мы играли. Вот это так матч запомнил, потому что все равно игры там товарищи. Так, как турнир, даже для детей, это как бы такое. Просто любил смотреть у отца. У нас дома были еще тогда видики, вот эти кассеты, какие-то записи, там, анхайловских матчей старых, там. Это все просматривал не один раз. Ковалев, Морозов, вот такие вот. Мне нравились игроки такого плана, которые играли в комбинационный хоккей плюс с хорошей техникой, броском. Но потом понятно, что уже поколение менялось. Овечкин, Малкин, потом Тарасенко, Клизнецов. Все, он смотрел на их все как бы и старался что-то у кого-то брать. Из юношеского в молодежный хоккей самое такое сложное было. У меня была травма серьезная. В итоге я пропускал целый сезон на следующий год. Много людей мне помогало восстановиться. Всем спасибо, кто мне помогал, кстати, за это тоже. Это было непростое время для меня, для всей моей семьи. Кстати, я хочу отметить, очень здорово помог в этом Владимир Борисович Бобров, которого сейчас нет с нами. Он работал в детской школе Сибирь. Помогал маленьким мальчикам, юношам, молодым парням. В том числе и мне он очень помог. Много что для меня сделал в плане восстановления и вообще душевной какой-то помощи. Проводил я с ним каждый день, когда я проходил реабилитацию. И хотел бы ему спасибо большое сказать. Сделали такую лигу ЮХЛ. Ну, все нормально, сыграл. Весь сезон был в лидерах. В принципе, позвали уже тогда на сборы. Ну и потом следующий год был тренер Николай Николаевич Заварухин. Пришел и вот это мой первый полноценный год. Полноценные там опять пошли череда травм. С первых два сезона в молодежной команде я особо не играл вообще. В следующий сезон мы уже стали как одни из самых старших. Я Никита Коротков, Никита Баженов, Саша Локтев такой был, Андрей Дергунов. Завоевали бронзовые медали. Да, это было событие. Это была такая первая серьезная награда на самый запоминающий матч. Из этого, скорее всего, был в плей-офф. Когда Сибирь вылетела в первом раунде, и на нас стали доходить. Первая игра, я помню, кто пришел. Мы вышли на разминку перед игровой, и вот уже народ. И уже такой даже мандраж был, что... Ну, первые пять минут, я помню, прям, ну, мандражировали, играли робко. А 0-1 проигрывали, и потом что-то как-то поменялось. 7-1 выиграли, плюс болельщики поперли. И этот, наверное, самый запоминающий матч. И, по-моему, повели в серии 2-1 после этого матча. Ну, да, мы, в принципе, в одно время, но, может, чуть попозже пришел, так я не вспомню, в детскую школу Сибирь стали настоящими такими близкими друзьями, которые всегда, всегда помогут подставить спину, там, не знаю, подскажут, посоветуют. Искренне радуются за успехи друг друга. Также мы... Он меня много поддерживал, когда он мне был в хоккее сложный период. И, да, и у него было непросто все, всегда на связи. Мы подбадривали друг друга. Ой, если не ошибаюсь, у меня был еще контракт на год с Сибирью. Ну, я понимал, что я не прохожу ни на сборы, ни на сборы, там, не знаю, просто на тренировки, на первую команду. Поехал первый раз я в Ирмак-Ангарск, потому что я там играл до этого. Меня там, как более-менее, знали на просмотр. И просмотр я не прошел, и по делу не прошел. Реально, что-то как-то там у меня не получалось. Тяжелая ситуация, ты просто без хоккея, это очень тяжело было. И как-то там что-то какой-то вариант срезания у меня нарисовался. Поиграл вроде нормально, там даже гол забил. Потом уже, ну, говорят, вроде все, останешься. Следующий день начинается. Говорят, ну, что-то, извини. Катался потом в Новосибирске со всеми, там, чуть ли не со всеми годами. Был тренер тогда 97-го года, Владимир Николаевич Гольц, если я не ошибаюсь. Анатолий мне сказал, что есть возможность в Алмату поехать. Это мой последний шанс вообще просто максимально измениться, изменить подход к себе, к работе, где бы я ни был сейчас, к отношению. И мне это очень помогло. На самом деле, я в Алма-Ате очень сильно кайфовал от хоккея, от быта. Ну, и появились два варианта высшей линии. Это Горняк, Училы там был. Это Фарма Станбелиста. И Молот Пермь. Молот Пермь. Ну, вот приехал туда. Горняк, Училы. И провел там, получается, три сезона. В этот промежуток последнего сезона в Горняке был коронавирус. Что-то там с этим связано. И у меня был односторонний контракт с Горняком, как бы не с автомобилистом. На сборах после турнира в Казани Олег Юрьевич говорит, мы едем в Екатеринбург сейчас, потому что там какие-то проблемы с составом. Ну, как бы, ну-ка, так скажем, на подмене вот так. Все, я приезжаю, тренируемся. Там немного человек с главной командой было. Тренируемся, что-то наши тренировки смотрят. И потом за дня три до начала старта чемпионата мне подходят, говорят, ты понравился, был тренер Билл Питерс. Как бы понравился, мы подписываем с тобой двухсторонний контракт. Мой дебют состоялся в матче дома со Спартаком. Этот матч, наверное, запомню, как бы все равно там такие эмоции были. Ты, как бы, вот вчера еще ехал на автобусе из Казани до ЕКБ. И тут проходит пять дней, ты играешь в команде с Павлом Дицуком против Спартака, где тренер Олег Знарок. Ну, как бы, вот так все поменялось. После матча я такой думал, блин, сыграл первый матч. Еще там все так остались довольны моей игрой, кстати. Начал я не очень хорошо этот сезон. Я это сам все прекрасно понимаю. И надеюсь, от этой, как назовем ее, сделки выиграют все. Смешанные чувства все равно ты привыкаешь к городу, привыкаешь к команде, к другой. Тебе нужно быстро за какое-то время это все менять. Но я считаю, больше плюсов, чем минусов. И на сегодняшний день это мне должно помочь. Главное, чтобы был результат от этого всего в нашей команде. Вот атмосфера. Сейчас я, когда зашел, как раз только прилетел этот день. Была игра с Борисом. И я просто, когда вышел, посмотрел на атмосферу, на болельщиков. Это я знаю, что тут лучшие болельщики в лиге. И непередаваемые чувства. Атмосфера очень сильная. Только играй в хоккей, как говорится. Всегда старался играть в комбинационный хоккей. Люблю играть в пас, наверное. Так можно сказать. И это по статистике, по моей, видно, что больше всегда мне передач, чем голов в каждом сезоне. Игра покажет, но я сделаю все в первую очередь для победы.